Здравствуйте! Прекрасное утро. К нам сейчас присоединится замечательная женщина. Юлия, она психолог, причем такой разносторонний, многоплановый, я бы сказал. И мы с вами поговорим, ну, как всегда, об очень важных вопросах. Юлия, сейчас мы ждем ее. Юлия Ходорцева. Все, Юлия в эфире. Так, Юлия, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий. Да, рада приветствовать вас. Меня зовут Юлия Ходорцева. Для меня, на самом деле, очень большая честь быть с вами вместе на этом эфире. Ну, прям очень такая праздничная. Когда я еще не была психологом, а только выходила замуж, я там на ваших книжках, можно сказать, строила семью, поэтому для меня такая огромная честь сегодня с вами вместе это все проводить. Благодарю, да, что мы с вами смогли это все организовать. Здравствуйте. Конечно, я мужчина, для меня возраст не играет значения, поэтому вы сказали, вы обо мне сказали, как о очень древнем человеке. Ну, знаете, в разное время же люди книги пишут, поэтому здесь нет не так уж прямо о том, что это древний, не древний. Нет. Да. Я, вообще-то, первую книгу написал в 50 лет. А сейчас, в этом году, вы знаете, наверное, мне в этом году юбилей, 70 лет, и поэтому за эти 20 лет, в общем-то, все и сотворено. А до этого была жизнь, которая, ну, как говорится, я портил свою жизнь больше, чем ей помогал. У нас с вами очень интересная тема, которая, я думаю, она вообще вечная, потому что мы рождаемся, мы растем, и все это происходит благодаря нашим корням. Дерево не может расти без корней, и вот то, что вы большую часть времени уделяете корням, роду, родовым отношениям, глубинным корням. Это, конечно, меня тоже радует, потому что я тоже в этом направлении работаю, понимаю важность и ценность этого всего. Я думаю, что мы сегодня, вот как два мастера в этом направлении работающие, мы сможем людям что-то показать важное, интересное, рассказать, дать какие-то замечательные предложения. Да, я согласна. Да, вот сейчас тут много моих девочек спрашивают. Это тот самый Анатолий Некрасов, который написал книгу «Материнская любовь». Да, на самом деле мы сегодня на эфире вместе с Анатолием Некрасовым, тем самым, который написал книгу «Материнская любовь», и у меня даже есть посты, где я на вас ссылаюсь, где я вас цитирую, потому что основную часть деятельности я занимаюсь как раз-таки отношениями с родителями, тоже говорю о том, как это важно. И вот то, о чём говорите вы, я тоже говорю, может быть, немножко другими словами с точки зрения расстановок и системы, но да, мы прекрасны. Это тот самый Анатолий Некрасов сегодня с нами на эфире, и мы будем говорить на тему, как обиды на родителей влияют на нашу жизнь. Я надеюсь, Анатолий сегодня поделится какими-то своими лайфхаками, я что-то от себя расскажу. Да, знаете, обиды на родителей или родителей на детей – это настолько объёмная вещь, настолько сильно она влияет на жизнь и тех, и других, и родителей, и детей, на эти взаимоотношения, что эта тема пока, наверное, остаётся номер один в отношениях между родителями и детьми, обиды. Одни, то есть, ну, обиды, желания, ожидания не совпадают с реальностью, и начинается вот эта вся песня об обидах. Но я хотел бы, Юля, ещё несколько слов попросить вас сказать о себе, о своём пути. Почему вы пришли вот в эту тему, и в тему вообще психологии, и в частности вот сконцентрировались, достаточно большой объём ваших, я посмотрел, работ именно в области родительских отношений? Ну, если прямо с самого начала, у меня вот детство было такое прям, знаете, вот конкретно про то, где я была в очень серьёзной слепке с мамой. У меня в день моего рождения папочка, папочка у меня очень хотел мальчика, и когда родилась я, он решил, что ему надо развестись с моей мамой в базе своей, там, так получилось, что он мне дал мне свою фамилию, я была записана на материнскую фамилию, мне отчество дали папы моей мамы, и для мамы я стала мужем, мамой, кем я, в общем, только не стала. И как раз-таки вот эта история, где я стала созависимой с мамой по всем фронтам, по всем ролям, она там меня очень серьёзно касалась, я там отдавала ей зарплату, когда уже работала, там, отчитывалась, где я, когда мне уже было 25 лет и прочие моменты, да, там, постепенно, слава богу, начиная работать с собой как в терапии, выходила, выходила на новые уровни. Изначально я работала в продажах, я отработала 15 лет в крупных продажах, и к 30 годам, когда у меня у самой родился сын, и я смогла всё-таки выйти замуж, я начала уже более глубоко работать как психолог, как психотерапевт, и ушла в расстановки. То есть, как я всегда говорю, хороший терапевт – это тот терапевт, который сначала оттерапевтировал себя, и чем глубже мы смогли оттерапевтировать себя, тем лучшим терапевтом мы стали. Вот на сегодняшний день я там, ну, могу сказать, что у меня здоровые отношения с моей мамой, здоровые, простроенные отношения с моим папой, который, правда, уже умер 10 лет назад, но я там сегодня имею его фамилию, имею его отчество, горжусь его родом, и однозначно понимаю, что мои родители стоят за моими плечами, и если там в основном я помогаю людям, в том числе, брать силу своего рода, ставить родителей на правильное родительское место, идти в свою, только в свою жизнь, отдавать свою энергию себе и своей жизни, и там уже передавать своим детям, и опять же делать всё, чтобы мой сын, который растёт у меня, имел здоровое отношение к своей жизни и здоровое отношение к своей матери в том числе. И я вот как бы вот не понаслышке прошла все этапы, начиная с того, где у меня были такие созависимые отношения с моей мамой, травмированные отношения с моим папой, потом у меня были болезненные отношения, соответственно, вытекающие с моей свекровью, потому что так или иначе подобное притягивает подобное. И на сегодняшний день я, ну, понятно, что там до конца вылечиться невозможно, и ты всё равно всегда находишься в какой-то терапии, но я прошла достаточно серьёзный путь, где я всё это смогла сделать. И сегодня у меня есть огромное количество продуктов, где я там, у меня есть марафон «Мама-папа», где я помогаю людям в том числе. У меня там расстановки базовые, да, которые я там, в основном в базе, это тоже работа с родителями и с родом, где я вывожу людей тоже вот в это состояние свободы, любви к себе и к своей жизни. Это если кратенько, то так, но вот приблизительно так. Юля, я, понимая глубину темы вот этих родовых отношений через свою жизнь и через жизнь тех людей, с которыми я всё это, все эти годы, за 30 лет общался, я понимаю, какой подвиг вы совершили, проработав вот это всё. Потому что это действительно пласты для многих неподъёмные. Остаются и они мучаются всю жизнь, так и не решив вопросы. И часто даже уходят за родителей. То есть родители уйдут и забирают с собой детей. То есть до такой степени связи остаётся. Поэтому я понимаю, какой это подвиг, какая это большая работа. Ну и если бы обронили такую фразу, сумела выйти замуж. Это действительно для, при такой патологии, я бы сказал, родительских отношений, которая у вас была, всё это переработать и выйти замуж, это уже действительно одно и это подвиг, не говоря уже обо всём остальном. Да, это правда. Да. Сейчас, ну это, у меня тоже достаточно большой опыт в этом, со своими родительскими отношениями. Не просто всё рождалось, благодаря этому тоже много что проработал. И я только после 60 лет, и 60 лет маминых, ей исполнилось 60 лет, только после этого я смог с ней построить отношения. Я смог с ней встретиться и построить отношения. Зато потом, позже уже, все остальные 20 с лишним лет, она прожила 87 лет, она стала моим другом, попутчиком и помощником. То есть она очень многое помогла мне сделать. Она через себя решала очень серьёзные задачи. И вот, кстати, знаете, вот такой интересный сон она рассказала. Я кратко его расскажу. Говорит, иду в гору, иду, ступаю в снег, гора, я, высоко, крутая, впереди меня идут люди. И я, говорит, след в след. Вот они идут, а я за ними след в след. Но всё равно тяжело идти. А оглядываюсь назад, а там вереница за мной идущих. И, говорит, все одного примерно возраста. Моего возраста. Ну, это уже где-то ей лет 70, наверное, было с лишним. Потом, говорит, почему-то передняя, говорит, отступает в сторону, и я оказываюсь одна. И я иду по этим следам, дохожу до окончания следов и начинаю сама уже прокладывать вот этот... И все выстраиваются за мной. То есть, понимаете, очень такой символичный сон, когда родители выходят на саморазвитие, когда дети им помогают развиваться и помогают осознать базовые такие вещи, построить отношения с детьми, с самим собой, с детьми и прочее. Вот тогда они становятся ведущими в своем возрасте, в своем пространстве. Не только своего рода, но и рода человеческого. То есть, ценность родителей вообще высочайшая, высока. Я вообще считаю, вот люди взрослые, пожилые, это золотой фонд нации. И если бы им с ними серьезно заниматься, помогать им развиваться, то это вообще такой подарок детям и внукам. А на сегодняшний день большая часть родителей не готовы общаться со своими внуками, потому что они совершенно из разных времен, энергии, мировоззрений и так далее. А это же можно все соединить, и богатство пойдет... Вот то, о чем говорит... Ага, Анатолий, что-то вы у меня подвисли. Все нормально, да? Да, да, все. Все, давайте, продолжайте. Все услышали, да, что я сказал? Да, да, да. Знаете, вот в расстановках есть такая классная... Вы все правильно говорите, но для этого родитель должен чувствовать себя родителем. Вот как у нас в расстановочных процессах. Если я начала заботиться о своей маме, мама ушла в позицию маленького ребенка жертвы, и все, и тогда она не чувствует, что ей нужно жить. Вот у нас в расстановках есть такая прекрасная разрешающая фраза, где мы говорим, мамочка, я маленькая, ты большая. Ты даешь, а я беру. И когда мы это осознаем и начнем брать у мамы, мама начнет брать из рода, тогда у нее энергия появится. Вот важно это понимать, что наши родители будут очень счастливы, когда мы начнем брать у них энергию. Вот эта вот значимость родителей, она для нас и для их жизни, да, для продолжения. И тогда они становятся здоровыми и идут вперед. Никогда мы там выходим за них замуж, никогда мы становимся их мамами и прочее, прочее. Поэтому если прям грубо, то нужно выходить и уходить. Для чего? Для того, чтобы они жить захотели, для того, чтобы они хотели дальше действовать и идти вперед. Добавлю немножко, да, от себя, от расстановок. Да, да, это все правильно. Здесь вообще весь комплекс сейчас практик и теорий на эту тему, он все более и более расширяется. Когда я 30 лет начинал эту тему, это вообще было табу. Понимаете, это начало 90-х годов, все челночили, выживали, а я занимался вот такими вопросами, темами семьи, рода. Я не представляю, потому что, знаете, Анатолий, сейчас многие об этом говорят, но часто бывает так, когда я говорю, съезжайте от родителей, если вам больше 20 лет. Когда я говорю, хватит кормить, отдавать деньги всю свою жизнь родителям. И то это вызывает иногда резонанс, и то приходится прям выковыривать это. Но в те времена, когда были вы, когда у нас принеси стакан воды, побудь со мной, поспи со мной, никуда не уезжай, как ты можешь меня бросить? Это я даже не представляю, как было вам тяжело. Я даже помню, когда я книжку вашу кому-то рекомендовала, у многих прям был такой внутренний отпор. Это сейчас мы там глобально уже многие вас цитируют, да, мы идем дальше в это, мы там даем конкретные упражнения и прочее. Но я думаю, что вам было тогда очень тяжело в то время с точки зрения общества. Да, очень непросто. И я параллельно проживал все это со своей мамой. Отец у меня ушел давно. Давно проживал с ней и она была вот моим тренингом таким, постоянно действующим. Вот вопрос, многие сталкиваются с манипуляцией родителей. Там манипуляции болезнями, манипуляции, там вот я умру, там уж как вы то-то-то, вот не обращайте на него внимания, мало мной занимаетесь, я умру, что буду делать, ну и так далее. Вы знаете, я просто хочу совет такой вот из своего собственного опыта, может кому-то пригодится по поводу манипуляций. Вот я в очередной раз приезжаю к маме, она жила отдельно от меня, и это было очень важно, чтобы она жила отдельно. Это имейте в виду, потому что, ну, есть, это отдельная тема, отдельный разговор. Но я все условия создал, в том числе в какой-то момент ты помощницу ей организовал, но она и приучала ее к тому, чтобы она жила самостоятельно. Она много занималась своим здоровьем, прочее, прочее, но это, так вот, она тоже на эту манипулятивную тему начала. Вот-вот, ну, ты редко ко мне приезжаешь, а вот я умру, ты будешь жалеть, что там мало. Почему ты говоришь о смерти? Ты же смотри, ты занимаешься здоровьем, давай еще лучше, активнее занимайся. Да нет, вот я, я говорю, ну, слушай, ну, если ты хочешь умереть, ты не расстраивайся, я тебя похороню лучшим образом. Поверь, ты знаешь меня, я все организую классно. Как ты можешь, ты в мой адрес? Я говорю, ну, если хочешь умереть, я же не могу тебе запретить. Ты выбирай. Или жить, тогда я тебе буду помогать жить. Если хочешь умирать, то я тебе все организую как надо, все лучшим образом. Понимаете? Она замолчала, подумала и перестала манипулировать. И перестала умирать, самое главное. И перестала умирать. Перестала умирать. Вы знаете, ей 87 лет, и она мне звонит, говорит, ой, сынок, я упала, там вот пятую точку немножко зашибла. Я говорю, что ж ты делала? Она делала 60 приседаний, она у нее полтора часа каждый день зарядки, 60 приседаний, это 87 лет. И она пошла на рекорд. Я хотела, говорит, 70 сделать. И упала. То есть, понимаете, вот дошла до такого активного состояния, много читала, много работала с собой. На самом деле у меня тоже есть такой же пример. Вот моя мама, у нас тоже такие достаточно сложные были отношения. И когда я начала прорабатывать, когда я начала прорабатывать тему мамы, то есть, когда моей маме было там 55 лет, у нее болели зубы, почки. Она мне звонила каждый день и плакала, что у нее все болит. В какой-то момент я поняла, что я больше в этом не могу. Я поняла, что это классический треугольник, где мама в жертве, а мне нужно постоянно ей что-то давать. Но я говорю, мам, ну это твоя тема, я не могу. И я начала постепенно сама у нее брать и просить. Вот сейчас прошло порядка 8 лет с тех пор. Моя мама там, понятно, что повзрослела на какое-то количество, ну на 8 лет. У нее сейчас ничего не болит. Она сейчас, вот сейчас ей по наследству пришла квартира, в которой она делает ремонт. Ну и в принципе я понимаю, что я могу дать ей деньги на ремонт, но я это осознанно не делаю, потому что маме появился смысл жизни. Она мне звонит и говорит, квартиру. Каждое утро она поднимается, делает ремонт, звонит мне, рассказывает, что она сделала вот это, вот это, вот это, чтобы мне отдать. Мама мне там сейчас, ну вот многие, кто на меня подписан, знает, хочет чем-то помочь. Вот недавно она мне там шоколадки выслала из Пятигорска почтой и высылает мне шоколадки, чтобы у меня глюкоза была больше. Она знает, что я не ем сладкое. Она мне говорит, я тебе нашла шоколад без сахара, стопроцентное какао, шлет мне из Пятигорска посылки, чтобы у меня был ресурс. И вот тут важно понимать, что это на самом деле правильная мамина позиция, когда она отдает ребенку энергии. Она тогда жить хочет. Она хочет развиваться, потому что у нее смысл жизни появляется. Потому что смысл жизни каждого родителя запустить в жизнь, ребенка, запустить в жизнь энергию. Супер, Юля. Вот это действительно очень важный момент. И такой четкий акцент вот на этом я до сего дня не делал. Я понимал, что это важно, говорил об этом, но так вот убедительно, как вы сейчас говорите. Я не говорил, теперь научусь. Мы же мастера тоже встречаемся для того, чтобы поучиться друг с другом. Анатолий, а можно я тут прокомментирую? Тут вот ребята пишут, мама – это святая. У нас говорят, рай под ногами у мамы. Я прям хочу прокомментировать. Я часто с этим встречаюсь. У меня много клиентов, которые верят в мусульманство, а в Коране написано рай под ногами у мамы. Так вот, я прям сразу хочу сказать, все правильно написано в Коране. Под ногами у мамы – это когда мама большая, а я маленькая, и я под ее ногами. Мама большая и дает вам энергию. Вы поймите, у мамы заряд 400, а у вас заряд 200. И вам нужно быть маленькими, чтобы мама вам давала энергию. Вы не можете, мама не может быть под вашими ногами, где вы ей даете. Поэтому все правильно. Рай под ногами у мамы, где вы маленькие, маленькие вы берете, а она дает. Это работает, как водопад. Когда водопад идет, а вы энергию водопада берете в себя. Поэтому все правильно. Становитесь маленькими с мамой. Становитесь там и берите ее энергию. Забирайте у нее. Поэтому мне просто очень часто вот такое из Корана приводят цитаты. У меня много клиентов с мусульманской части. Все верно. Главное – понять правильное значение этого слова. Это не значит, что вы ей даете, и вы о ней заботитесь, и вы делаете так, что она маленькая. А наоборот, мои дорогие. Вот этот век повернуть действительно на дачу, и они начинают чувствовать себя очень важными, необходимыми, ценными. И все остается в их жизни. Они всю жизнь привыкли трудиться, все привыкли отдавать государству, детям и так далее. И вдруг все это обрывается. Дети стали самостоятельны, ничего не хотят брать. Государство от них ничего не хочет. И все. И они загибаются. И когда им дается возможность отдавать, то начинается процесс просто супер. Согласен. Полностью согласен с этим. Я здесь еще, знаете, Анатолий, люблю пример приводить, вот чисто биологический. Когда мы сидим в животе у мамочки, мы ее кушаем. Когда мы грудь мамину берем, мы ее кушаем. Это генетически, биологически правильный процесс. И поэтому важно брать у мамы. Важно брать у мамы. Но в то же самое время, тут тоже вопросы вижу, когда вы выросли, вы выходите сами из маминого живота. Мама вас там, не мама выталкивает, а ребенок сам принимает решение уйти. Когда вы начинаете ходить, вы начинаете ходить для чего? Чтобы отойти от мамы. Так же и здесь. 18 лет наступило, взяли чемоданы и ушли от мамы. Это тоже генетически правильный процесс. И вот здесь важно, да, с одной стороны у мамы брать, с другой стороны, чтобы повзрослеть, чтобы добиться результатов, успеха. Нужно постоянно от нее уходить. Вот это тоже очень важная штука такая. Хорошая аналогия по всем этим жизненным циклам. И здесь действительно, ведь человек, когда ребенок взрослеет, выходит, каждый раз осваивая новую ступень жизни, таким образом он и тянет родителей на отдачу на новых ступенях жизни. Да. И они растут от этого. Если он останется, так и будет сосать мамину грудь, ну, понятно. То есть родители останутся на этом уровне. Но если он выходит в самостоятельную жизнь, и уже другие у него запросы, и другие потребности от родителей, и они вынуждены тоже расти, развиваться и отдавать то, что нужно ребенку именно в это время. То есть вот такой, многие спрашивают действительно о том, как заставить родителей развиваться. А именно вот так. То есть начинайте расти сами, требуйте от них того, что вам нужно на сегодняшний день. Не молоко из груди, а уже другие, более твердую пищу. И они тоже будут вынуждены идти, идти и развиваться. Да, покупать, покупать одежду побольше, кроссовочки подороже. Ну, если бы на жизнь, да? Да, да, да. Вот весь этот путь нужно и дальше продолжать. Не только, не заканчивать, когда вышли в самостоятельную жизнь, и все, и отдавать. И у меня был такой пример, бизнесмен пришел ко мне знакомый. Я его полгода не видел. И он приходит, прихрамывает такое. Я говорю, что такое? Да, говорит, поломался на лыжах, и вот полгода никак не могу восстановить. Уже с десяток операций провел, и все это, и по-прежнему состояние плохое. Я говорю, а в чем проблема? Начали разбираться. А он стал отдавать деньги родителям. То есть на карточку им завел, стал перечислять деньги, и все. И с этого момента у него все пошло кувырком. И последний знак, который он до этого все знаки пропустил, а этот знак вот его заставил уже лечь на койку больничную и задуматься. Когда он разобрался с этим, убрал вот эту с них обузу, которую он навязал, деньги им перечислял. Все, у него все пошло. Он вызвал, и все дела, и все пошло в гору. Я уверена, что и у родителей дела в гору пошли. Вот в этом случае. Опять же я пример. Вот девочки тоже здесь пишут. А если у родителей пенсия 12 тысяч? Вот моя мама, у нее тоже пенсия 12 тысяч. Она настолько мотивирована, чтобы помогать мне и самой развиваться, что она идет где-то нянечкой подрабатывать, где-то там что-то придумывает, что-то продает. Понимаете, у нее начинается мыслительный процесс, физический процесс, что-то придумать и сделать. А когда вы даете свои деньги, вы мало того, что от себя отрываете энергию, от своих детей, от своей жизни, от своего успеха, вы еще их этим травмируете. Как вот опять все-таки через грудь приведу пример, когда ребенок не высасывает молоко у матери, а говорит, мне не надо. И у матери мастит начинается, и грудь болит, и ребенок остается голодный, у него там неправильное пищеварение. Супер, к примеру. Полностью, полностью. Вообще вот это вот направление, о котором мы сейчас говорим, брать у родителей в соответствии с вашим ростом, развитием, все больше и больше, и ставить перед ними все более высокие задачи, это и есть путь избавления от всех обид. И в вашу сторону, и в родительскую сторону. То есть это обидность уходит автоматически. Им просто нет места в этом пространстве. Это правда. Да. У меня, знаете, вообще сейчас до чего дошло с моей мамой? У меня есть там проект, мы голодаем на желания в определенные дни. Четверг у нас мы голодаем на деньги. Моя мама, которая, в принципе, к этому относится, она вообще к моей работе как-то странно относится. Она тут мне звонит и говорит, Юль, я тут третий четверг голодаю на деньги. Я говорю, какое желание у тебя? Она говорит, буду голодать, пока ты себе не купишь квартиру 260 квадратов в Москве. Хочу, чтобы ты квартиру купила. То есть моя мама голодает на то, чтобы дочка ее купила. То есть она настолько мотивирована, чтобы у меня была крутая квартира в центре Москвы, что она делает серьезные усилия над собой. Тем самым, понимаете, она там чистится, молодеет и прочее. И это вот такое для меня, я прямо тогда думаю, вот это настолько круто, вот когда такие вещи происходят, да? И она, вы смотрите, у нее мотивация сделать меня более счастливой. Она жить тогда хочет, меняться тогда хочет. И вот здесь тоже многие пишут, это мы не очень согласны. Вы хотя бы попробуйте. Вы увидите, что ваши родители захотят жить. Вот у меня тоже была клиентка, есть тоже клиентка. Она, ей 42 года, она жила с мамой. Я ей сказала, ты ко мне не придешь, больше я тебя не приму, пока ты не съедешь от мамы. Она приходит ко мне через месяц, говорит, я Юля съехала со слезами, с кровью. Мама там падала в обмороке, болела там 39, у нее отваливались ноги. Но она съехала. Приходит через месяц. Мама начала заниматься йогой. Мама завела подружек. Понимаете? Мама начала жить. А у девушки 42 года на свидание она хоть впервые в жизни пошла. У нее там хоть, она хоть сексом занялась. Понимаете? И вот здесь иногда это очень жестко, оборвать эту повину. Но всегда это лучше и для одной, и для другой стороны. Всегда. Обоим легче порознь. Это исцеляющее. Как при болезни или про рану. Пока не прочистишь, она не заживет. Поэтому болезненно чистить, но зато потом оздоровление наступает. Так и здесь. Я тоже со своей мамой прошел именно таким путем. Часто даже шантажировал ее некоторыми вещами так по-доброму. С тем, чтобы она включилась в какой-то процесс. Потому что, ну, иначе нельзя. Надо... Ой, она обидится. Нет. Когда вы пройдете вот этот этап, решите задачу, она выйдет в другой уровень. Все обиды исчезнут. Потому что все будет уже в другом качестве. Друзья, вот я удивляюсь, что не верят нам, двум мастерам. Есть еще те, кто сомневается, что именно так надо поступать. А хотите, задание вам дам, дорогие мои. Вот вы сегодня можете, знаете, что сделать? Садитесь вниз. Вот как детки. Вот представляете, что вы маленькие. Звоните родителям и говорите, мамочка, папочка, а вы можете мне подарить оберег, который меня будет оберегать? И тогда родители себя наконец-то почувствуют родителями и нужными вам. Вы просто увидите, как они захотят что-то вам сделать. Как они начнут двигаться. Поедут на другой конец города купить вам какой-нибудь крестик, например. Они... Вот когда ваши родители почувствуют, что они вам нужны, они захотят по-другому жить. Вот, например, вам просто базовое упражнение. Когда вы напишите, или напишите, мамочка, ты мне так нужна, мне так не по себе, ты мне так нужна. Не когда ты приходишь к маме и говоришь, мам, ты что зубы не почистила? Мам, ты что там челюсть не вставила? Давай развивайся. Нет. Когда вы дадите вашей маме понять, что вы маленькие, и она вам нужна, попробуйте просто. Просто проведите эксперимент. Вы увидите, как поменяется ваше пространство, как поле поменяется. Замечательно. Да, простой шаг, но он очень важен. Но, к сожалению, многим даже трудно вот так общаться, попросить помощи родителей. Потому что очень много накопилось между ними напряжений. Здесь я в свою очередь тоже дам такое вот предложение. Я сейчас разработал очень простой, легкий курс. Называется генетическое здоровье. Генетическое здоровье. Это курс, который позволяет очистить проблемы до седьмого колена в роду. То есть сделайте подарок такой родителям. Здесь смотрите какой. Подарок, который облегчит все ваши отношения. То есть снимает очень много проблем и вам будет гораздо легче выполнить то упражнение, о котором сказал Юль. Потому что многим, я говорю, трудно даже представить такое, чтобы они попросили у родителей. А вот снимите вот эти напряжения и тогда легче вообще все общаться, легче принимать решения, легче попросить. Все начнет совершенно другой процесс у вас в отношениях с родом. Это я уже вот уже где-то 400 человек недавно создал этот проект генетическое здоровье. Около 400 человек прошло, даже больше. Удивительные результаты. Родители меняются полностью. Отношения меняются полностью. До седьмого колена вычищается вот эта вся композиция. Вы делаете таким образом тот подарок, который вы можете на своем уровне сегодняшнем сознании энергетики. И дальше родители включаются уже в свой отдачу, в свой процесс отдачи вам. Здесь запускается вот этот процесс взаимоотдачи. Смотрите, вот девочки мои пишут, что у меня уже марафоны проходили. Я вчера получила оберег от мамы. Все творчество она вложила. Я даже не ожидала. Посидела в ногах у мамы и почувствовала любовь и энергию. Когда я впервые попросила у мамы какой-нибудь оберег, который меня будет оберегать, моя мама связала мне платье, чтобы прям всю меня оберегала. То есть вы понимаете, она два месяца была включена в процесс и вкладывала. Она чувствовала себя нужной. Поэтому попробуйте это обязательно. Обязательно попробуйте. Вреда от этого точно не будет. А польза несомненная. Польза несомненная. Уважаемые друзья, вам еще раз два мастера говорят в один голос об одном и том же. Пожалуйста, ведь вас вы собрались здесь скорее всего те, кто в той или иной степени имеете какие-то трудности в отношениях с родителями. Пробуйте все, что вам говорят. Пробуйте, реализуйте в жизни. Не накапливайте просто знания, а реализуйте то, что прозвучало сейчас. Реализуйте эти простые вещи, и у вас уже начнется подвижка ваших отношений. И дальше отношения эти, подвижка в отношениях породит успех ваш в жизни. То, что успех в отношениях родительских. Однозначно. Так, Анатолий, тут спрашивают, а если маме 75, можно этот курс пройти? Я думаю, конечно, можно, да? Нужно. Наверное, нужно. Да, здесь вообще вот у меня многое проходит людей, которые старше 60. Дело в том, что там работа идет с Тимусом, а Тимус это вообще уникальный орган в человеке, он еще имеет такое сакральное значение, но сейчас не об этом. Он к 60 годам практически у всех умирает. Тимус умирает, и все защитные функции, а он главный по иммунитету в человеке, все защитные функции он раздает органу, ребята, разбирайтесь сами, я все, я готов. и вот после 60 вот этот курс запускает Тимус, Тимус оживает и начинает работать активно. Представляете, какие открываются перспективы у родителей. Посылайте, мало того, один в роду кто-то пройдет этот курс, очищается весь род, все близкие родственники, братья, сестры, родители, дети, внуки, вот это все. Один человек может очистить вот эту всю до седьмого колена всю композицию, а это до седьмого колена 256 предков. Представляете, какая глубина? И вот это все, и эта энергия идет, идет совершенно другая, чистая энергия. Поэтому, друзья, очень интересный инструмент. я со своей стороны тоже хочу позвать, у меня 5 числа будет марафон коротенький родители, мы там два дня работаем с базовой историей мамы-папы, папы в том числе, а 15 у меня будет марафон папа-мама, 9 дней мы будем работать с родителями, тоже очень глубоко. Я даже могу, наверное, 50% скидку всем, кто сегодня на эфире до конца сегодняшнего дня и на один, на другой марафон дам вам 50% скидку, раз уж сегодня на туалет, я такие скидки обычно не даю, но, в общем, 50% всем, кто на эфире, вы тоже можете пройти. Мы работаем с родителями с точки зрения расстановочных процессов, с точки зрения генетики, разделения себя от родителей, с точки зрения важности родителей в нашей жизни, и я там даю прям расстановки, даю медитации, даю глубинные, очень глубинные техники. Тоже приходите обязательно, делайте все в комплексе со всех сторон. Друзья, послушайте, вот Юля, смотрите, с какой отдачей она все это отдает вам, с каким желанием, с какой энергией. Мы действительно, вот, став мастером, ты не можешь не отдавать, отдаешь по максимуму, отдаешь по максимуму. И те цены, которые мы указываем, это вообще-то копейки по сравнению с тем, что дается людям. Потому что настоящий мастер, а вот Юля, я чувствую, это действительно мастер высокого класса, отдают очень ценные вещи. И их нужно брать и реализовывать. Мы тоже, мы вообще на весь период коронавируса, вот, несколько месяцев, мы вообще на все продукты сделали 50% скидки и буквально по себестоимости идем для того, чтобы люди как можно больше в этот период активнее занялись собой и вот решили вопросы иммунной системы, родовых отношений, потому что вычистить свои корни, вычистить всю свою жизнь и перевести ее в качественное новое состояние сейчас самое время, потому что вообще время уникальное. Нас пугают следующей волной там пандемии, потом там прочие там прививками и так далее, вакцинами. Друзья мои, от всего есть защита, она внутри тебя. От всего есть защита, она внутри тебя. И вот эти все моменты, о которых мы сейчас говорим, они как раз вас и защищают. И в первую очередь это родительские отношения. Да, потому что как ни крути, у нас глазки мамы, щечки папы, мы и есть наши родители, глобальное здесь важно. Тут такой вопрос нам задают, вы говорите о родителях, а говорите не помогайте им. Поверьте, каждый родитель, вот у меня есть ребенок, я буду самой счастливой матерью, когда мой ребенок будет самым счастливым. Не тогда, когда он мне в 90 лет стакан воды принесет, не устроив свою карьеру, не устроив свою жизнь. Я буду самой счастливой матерью, когда я в 90 лет знаю, что мой сын мне ничего не принесет. Буду со своими подружками ходить по парку, включать телек и наблюдать, как мой ребенок там летает на вертолете в окружении своих детей и своей женщины, понимаете? А если мой ребенок будет сидеть со мной рядом, отдавать мне свою зарплату и свою жизнь, поверьте, мне это нахрен не нужно. Мне, извините за выражение, мне нужно в 90 лет с подружками и с мужчинами в том числе ходить по парку, путешествовать по миру и видеть фотографии своего сыночка, которому к тому времени уже будет далеко за 40, за 50, где он счастлив, где у него дети и внуки. Поэтому мне вот стакан воды от моего ребенка не нужен. Поверьте, в глубине души каждый ваш родитель точно так же думает. Просто очень часто мы путаем роли, вот то, что я говорю про системные расстановки, и ваши родители в вас начинают чувствовать свою маму, своего папу, Бога. Так вот просто выйдите из гордыни, выйдите из себя Бога, выйдите из себя маму, то есть бабушку, дедушку и займитесь своей жизнью и сделайте родителей счастливыми. Потому что самый счастливый родитель это когда у него самый счастливый и здоровый ребенок. Обеспечьте своих родителей счастьем и покажите им, чего вы смогли достичь в своей, только в своей жизни. Вот и все. Вот это вот самая лучшая помощь родителям. Будь счастливым, будь счастливым, развивайся, будь энергетически наполненным, решай современные задачи, тогда ты действительно, вот ты прокладываешь энергетический путь всему роду. Потому что ты веточка этого рода, ты прокладываешь этот энергетический путь. Но родители, они как раз и пойдут туда, куда вы путь прокладываете. Поэтому вы идите к счастью и они потянутся к счастью. Обязательно. Это непременные условия взаимного развития. Анатолий, тут много вопросов. Сейчас отвечу. Вот по курсам, вот которые курсы Анатолия, вы можете написать ему в директ. Если вам нужны мои марафоны, напишите со скидкой. Я там вам скидку дала, Анатолий вам дал скидку. Вы напишите мне в директ. То есть Анатолию про мои курсы писать не надо в директ. То есть пишите Анатолию по его курсам в директ, мне по моим курсам в директ. Чтобы вы не путались. У нас все разные. У нас, кстати, вот этот иммунокурс можно еще скачать по последнему окону. Он два дня как начался. Так что можете включиться буквально сегодня-завтра. И это будет действительно подарком родителям. Вы действительно очистите вот это все и им легче будет дышать, им легче будет делать свои шаги и делать вам подарки будет гораздо легче. Да. Вот девочки пишут у моей мамы страх остаться одной. Вот есть такое правило в успехе. Это даже коучи учат известные. Нужно идти в свой страх. Так вот дайте вашей маме сходить в страх. Она развитие получит. А вы не бог, чтобы решать за нее и помогать ей. Поэтому дайте маме развиваться. Разрешите ей пойти в страх и остаться одной. оставьте ее в покое. Вот хочется так ответить на этот вопрос. Просто вижу. Да. Да. Так, пожалуйста, сохраните эфир. Ну, я думаю, мы сохраним, да, Анатолий? Эфир обязательно сохраним. Да, обязательно. И вы сможете смотреть. И в Ютубе у нас будет это. Я тоже на свою страницу выложу. То есть у меня тоже на странице он будет. Поэтому мы обязательно сохраним эфир. Не переживайте. Вот это вот уметь дистанцироваться от родителей. Это тоже очень важный момент. То есть не прилипнуть, а дистанцироваться. Это тоже заставляет их развиваться. Обязательно вот эту дистанцию держать, но такую дистанцию, которой бы они чувствовали, что вы рядом и в то же время тянулись бы за вами, дотягивались до вас. Вот это вот процесс очень тонкий, мудрый, но для этого мы с вами и учимся. Обратите внимание, у родителей раньше не было таких источников знаний. Всего того, что мы знаем сейчас. Поэтому вы прокладываете путь и помогаете им входить вот в это пространство. У меня есть фестиваль возраст мудрости называется. Мы собираем там вот родителей каждый раз в год. Мы где-то на море, летом. В прошлый год на Болгарии мы собирали. И туда присылают своих родителей, дети присылают своих родителей на этот фестиваль. Десять дней и они получают совершенно других родителей. Вот. И 80 лет даже приезжали к нам две женщины, 80 лет. 80 лет они после этого фестиваля освоили интернет. Стали по скайпу общаться уже со своими подружками. Знаете, это новая жизнь. Новая жизнь. Поэтому, уважаемые, имейте в виду, у родителей такой запас силы, такой запас энергии, но и они должны видеть, зачем это все и нужно. Иначе оно мертвым капиталом у них лежит и гниет и их отравляет жизнь. А они отравляют в свою очередь вашу жизнь. дайте выход их энергиям. Их энергия, вообще заложенная в теле человека, это минимум на 150 лет. Представляете, сколько там богатства. Это действительно золотой фонд. Поэтому дайте выход в свою сторону, чтобы они хотели вам помочь, хотели помочь вам реализоваться, хотели помочь вам квартиру там хорошую и прочее. На все что угодно. И вот тогда их ресурсы начнут работать. Так, девочки пишут, пишу уже пятый раз, что делать? Мать постоянно просит деньги, хочется любви, понимания. Начать у нее просить. Не давать, а просить. Мама у вас почему просит? Потому что ей кажется, что вы сильнее. Какая ваша выгода быть сильнее мамы? Спускаемся вниз, понимаем, что мама дает, а я беру, и тогда мама перестанет просить, она захочет давать. Вот и все. Гордыню вытаскиваем, садимся вниз. Это я вот от себя скажу. Не знаю, может, Анатолий что-то от себя еще скажет. Да, да, вот это правильно. И еще в этом случае, когда мама просит, это в то же время это говорит о том, что вы не даете ей главного, не даете возможность развиваться, не создаете условий для ее развития. Она таким образом вас дергает и переходит в это состояние ребенка. То есть дайте ей развиваться, она очень, в ней запас взрослости и мудрости огромный, больше вашего. но вы его переводите в детское состояние. Это богатство, надо дать выход ему, еще раз говорю, дайте возможность им помогать вам решать серьезные задачи. Прямо звоните, говорят, у меня впереди очень серьезная задача, мне надо там то, 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 можно даже не рассказывать детали, вот я хочу там шагнуть, я хочу там новое какое-то дело начать, должность там, дом построить, все что угодно. мне нужна твоя помощь, мне нужно, чтобы ты включилась и мысленно там помогала, и своими какими-то шагами, своим здоровьем, потому что чем будет лучше твое здоровье, тем я дальше шагну, ну и так далее. То есть разные стимулирующие вещи говорить, и все, и закрутится колесо, они с радостью включатся в помощь вам. Вообще, я тут недавно выступала на синергии, маме говорю, мам, я так волнуюсь, что мне делать? Она говорит, какое будет время, я поеду в главный храм, она через весь город поехала в главный храм, и в тот момент, когда я выступала на синергии, мама молилась в этом храме, свечки зажигала, и для нее это целое событие в жизни, понимаете, через весь город доехать до храма, чтобы дочке помочь выступить на синергии глобал форуме, понимаете? Вот вам примеры прям даю, там идете экзамен сдавать, идете там на важное свидание, скажите, мама, мне важное свидание, помоги мне, и мама чувствует себя нужной. Добавила пример, просто я вот люблю примеры конкретные. Напомнили, мне тоже был пример такой, у меня мама разошлась с моим отцом, когда мне было 4 года, ну естественно, как и положено в таких случаях, она всю жизнь его, ну, проклятала, не проклятала, но по крайней мере очень плохо относилась, как и положено, как говорится, мужчина же всегда виноват. И вот, когда она действительно стала мне, захотела помогать, уже в возрасте в 70 с лишним лет, она самостоятельно, не говоря мне, поехала к нему и попросила у него прощения за то, что она не смогла тогда сохранить семью. Она поняла, что твои ошибки, сказала, они очень душевно поговорили, и он через 2 месяца умер, уже, как говорится, со спокойной душой. Понимаете, то есть, вот такой подвиг она сделала, именно, и это очень сильно мне помогло. Представляете, она восстановила вот эти вот отношения со своим мужем, таким образом, очень сильно мне помогла. Да. Вообще, вот здесь направить родителей, очень часто между родителями конфликты бывают, если они оба живы, то между ними бывают конфликты, живут или не очень, ну, как говорится, или равнодушие, или конфликты. Нужно заставить их обратить внимание на их отношения, заставить, друзья, искать пути, прям ставить бизнес-задачу, например, бизнес-задача, бизнес-задача помочь им построить добрые отношения. А здесь очень простой пример. Скажи, мам, вот вы, вот род отца, род матери, это две мои ноги. И эти ноги должны быть здоровы. Эти ноги, когда они в согласии, они помогают мне по жизни идти очень хорошо, успешно. Если какая-то из ног короче другой, то я инвалид. Как я могу быстро пойти, далеко пойти? Поэтому вот, пожалуйста, начните выстраивать отношения друг к другу. Что вам стоит? Вспомните, у вас же классные были там, и начинайте им петь те песни из молодости, которые они когда-то жили и вспоминали на добром таком основании начать выстраивать им помогать отношения. Это все возможно. Друзья, нужно вкладывать в родителей вот это свое, свои знания, свой опыт. И таким образом от них будете получать все больше и больше того, что вам нужно. Это работает, ну, я говорю, у родителей, если вот такие изменения происходят, у детей вот такие изменения происходят, а у внуков вот такие вот. То есть, ну, я так, условно, пропорции. То есть, какие огромные пропорции, если вы грамотно заводите их в процесс отдачи, процесс развития, процесс помощи вам, у вас просто моментально начинается взлет, а у ваших детей еще больше. Да. А вот пишут, если родителей нет в живых, как работать с родом? Я вам всегда говорю, знаете, родители не может уже не быть в живых, потому что опять смотрим на себя в зеркало. Вот, ваши ручки, это ваши родители, ваши глазки, это ваши родители. Вы и есть продолжение ваших родителей. Родители всегда внутри вас, они всегда живут через вас. Поэтому, ну, глубинно, и в ваших родителях есть ваши бабушки и девушки. Поэтому работаем через себя, пропускаем энергию через себя, даём своим детям, своим проектам, своей жизни, своим успехам. Не забывайте этого. Родитель продолжается вас, как вот была эта песня известная, мы продолжаемся в наших детях. Учитель продолжается в своём ученике, родитель продолжается в своём ребёнке. Поэтому ваши родители, они как ваши два крыла, даже если они не живут, они так или иначе вас поддерживают. И главное это начать ощущать и помнить об этом. Каждое утро, подходя к зеркалу, смотрите, на вас смотрят глазки вашего папы, носик вашей мамы и щёчки ваших родителей. Супер. Важный момент. Еще знаете, вот сейчас опять же хорошо беседовать с вами. Мы друг друга, как говорится, заводим на новые какие-то вещи. Да, да, да. Ставьте им за здравие, ставьте им за здравие и желайте им любви, радости и счастья. Потому что там тоже есть жизнь. Они тоже там живут. И не только живут там, они живут и в вас. Вот этот энергетический процесс сейчас идет и очень плотно. Потому что сейчас все миры очень плотно соединились. И мы живя здесь, мы соединяемся с ними. Поэтому желая им здравия там, мы желаем здравия себе. То есть это все взаимно. Это вот такие вещи, вот такими вещами вы можете, такие вещи им дарить можете. Те, которые выходят за грань сознания. Они вам дают то, что могут дать. А оттуда приходит энергия, суперэнергия. Ну что, Юлия, у нас завершается процесс. Да. Анатолий, мне очень ценно, что мы с вами провели этот эфир. Я вас очень благодарю. Это прям такая важная вещь, о которой мы говорили. Я надеюсь, все-таки тут были там негативные комментарии. Я надеюсь, мои прекрасные вы все-таки послушайте, примите. Да. Потому что там у Анатолия огромный опыт. У меня серьезный опыт. Тысячи учеников, которые получили результаты. Постарайтесь принять. Вы поймите, мы здесь. Так же, как, знаете, ваша мама. Она пришла вам дать. Дать просто так. Так же и мы здесь. Пришли вам дать. Понятно, вы там сами решаете, брать вам или не брать. Плохие мы или хорошие, так же, как с мамой и с папой. Знаете, ваши родители отдавали вам себя полностью. А вы там уже сами решали, плохие у вас родители, хорошие. Так же и мы с Анатолием пришли вам дать информацию для вас же в первую очередь. Да, это вы сами уже решаете, брать или не брать. Плохие мы, хорошие. Бред это или не бред. Но по большому счету, вот, услышите, главное, мы здесь были для вас, и мы хотим передать что-то, что-то очень важное. И у нас большой жизненный опыт. У меня, я говорю, мне 70 лет. У меня 7 детей, 7 муков, 2 правнука. И я знаю, что такое семья, знаю, что такое род, знаю, прошел со своими родителями большой путь. Поэтому мы действительно, мы не на пустом месте все это вам говорим. Это все имеет место быть в жизни. Благодарим вас, уважаемые друзья, что вы слушали. Спасибо. Ну и мы ждем на наших проектах, да, к Анатолию смотрите в шапке профиля, насколько я понимаю все проекты. Ко мне приходите, я вам дала на марафон родителей, на марафон мама-папа специальные промо-коды. Напишите мне в директ, я вам все это вышлю, все дам. Мы вас обнимаем всем сердцем, любим. Анатолий, благодарю бесконечно. Может быть еще, давайте еще раз как-нибудь встретимся и проведем еще эфир. Мы берем темы поинтереснее, тоже послушайте нас. Всего благодарю вас. Сохраните эфир, Анатолий, нам он тоже очень нужен. Да, до свидания. Всего счастливо.